Десятки мечей ищут своих пропавших собак. Объявления в социальных сетях похожи. Пес испугался взрыва фейерверка, сорвался с поводка и убежал. Почему собаки боятся пиротехники и как успокоить домашнее животное, расскажет Юлия Боброва. Потерялась собака и испугалась салюта. Щенок убежал в новогоднюю ночь. Вот такие объявления можно было увидеть в социальных сетях в праздничные дни. Большинство от 1 января. Именно в новогоднюю ночь в Омске потерялись десятки собак. Ретривер Петра Пилявского, Форест, нашелся чудом. Он пропал утром 31 декабря. Причем супруга Петра специально повела собаку гулять рано утром, пока не было салютов. Форест боится их с детства. Я шел с работы, она меня встречала на остановке. Я вышел с маршрутки. У нее был поводок. Говорю, где Форест? Убежал. Бумкнула возле остановки. Кто-то взорвал петарду. Петарда неожиданно вброшенная. Он срывается. Паника собаки. И он просто убегает с того места. И все. Невзирая на то, что был на поводке. Питомца супруги нашли спустя 15 минут. Сидел возле подъезда. Напуганного Фореста привела к дому его подруга, дворовая собака Найда. Впрочем, чаще животные в панике могут пробежать не один километр. Звук даже вот такой маленькой хлопушки может вызвать у собак панику. Все дело в том, что их слух развит намного лучше человеческого. Поэтому новогодние забавы их просто пугают. Для тонкого слуха собаки грохот взрывающейся петарды невыносим. А еще пороховой дым. Резкий звук и незнакомый запах способны довести собаку до паники. Но не все хозяева это понимают. И в праздники ходят любоваться фееверками вместе с питомцами. Однако реакция животного может быть непредсказуемой. Эксперты уверены, найти собаку, которая испугалась салюта, будет непросто. Для собак это страшно. И когда собака в шоке вот в таком убегает, она не понимает, куда она бежит, сколько она бежит. Ей тяжело остановиться от страха. Естественно, не запоминают дорогу. Они могут пробежать несколько километров без оглядки. Поэтому, если собаку нельзя оставить дома, и она не приучена к резким звукам, лучше заранее проверить состояние поводка и ошейника. Но самый надежный способ, который, кстати, рекомендуют опытные собаководы, остаться дома вместе со своим любимцем и посмотреть на салюты из окна. Юлия Боброва, Константин Демиденко. Новости. Здесь, Омск.